Субтитры делал DimaTorzok Мы уже отзанимались. Находимся в Гулджиме. Я тоже соскучилась по вам. Ронни Колеман пишет. Растяжку нет, еще не делали. Кто-то тут находится в зале и следит за нами. Спасибо. Мы сейчас ждем одного человека. Что сегодня будешь рассказывать? Да, я обычно выхожу в студию с какими-то темами и сегодня единственный раз у меня нет темы. Будет мотивация твоя тела. Я думаю, вы не крастьесь косметикой на тренировку. На тренировку специально, конечно же, я не крашусь. Но специально умываться ради того, чтобы все увидели, что я тренируюсь без косметики, тоже считаю лишним. Вот так вот. Так, что еще? Ребята, мы сегодня, в общем, Аню, мою подругу, учили приседать? Учила я приседать, намучилась с ней. Намучилась, намучилась. Ну, она молодец. Красная. Я выиграла. Вот, а сейчас мы ждем Андрея Юрьевича, чтобы он сделал нам спину. Мы уже что-то так не делали. Сейчас будет сеанс мануальной терапии. А можно ли что-то разговаривать? Да, мы... Конечно, разминайся. Мы пока разговариваем сегодня. Найдем, чем заняться. С телевизором, да? Вот, пришел наш врач, мануальный терапевт, подружка. Вот, мануальный терапевт пришел, который мой папа, кстати. И будет нам делать спину. Так, Тома нам передал привет, а мы пропустили? Тома, привет! Андрюша тоже в зале, делает кардио, а потом едет за софичкой. Ничего, ну, никакого движа, просто у нас сегодня такой мини-праздник. Аня первый раз в зале у меня тут. Я ее, наконец-то, вытянула. И собираюсь ее в наше сообщество фитнесистов, физкультурников включить. С какого вы города? Из Москвы? О, Том, привет! И сосейке привет передавай. И сосейке привет! Передавай привет. Привет! А, вес 58 килограмм у меня. Рост метр семьдесят два. Да, звучит как секта. Секта фитнесиста. Практически так и есть. Вот, мы сегодня, значит, с Аней поприседали, да? Ну, у нее все-таки получилось, все хорошо, да. Хорошо получилось, научилась нормально садиться, правильно, не выводить колени за носочки. Еще мы сегодня подтягивались, тоже хорошо у нее получилось. Вот, делали всякие попные упражнения. Так что скоро буду делать конфетку. Ну, она и сейчас, конечно, конфетка, вот, но будет еще круче. Аня, кстати, расскажи, вот, ты боялась в зал пойти? Ну, если бы ты со мной не пошла, ты бы побоялась пойти в зал? Да, у меня был все время один вопрос, как работают тренажеры. Вот это вот меня пугало. И это отфугивало то, что было пойти? Нет, то есть я бы в любом случае пошла, но это был вопрос вопросов. То есть я бы просто попросили, взяла бы либо тренера, либо постоянно кого-то просила мне показывать, потому что, мало ли, как их включить, как чоклы, как они работают. Потому что инструкции, которые нарисованы, мне иногда было недостаточно. И это правильно. Если вы идете первый раз в зал, лучше взять тренера. Ну, или попросить какого-то опытного своего товарища. Опытного своего товарища помочь в технике. Потому что техника, особенно на начальном пути, очень важна. Почему? Потому что потом переучиваться из неправильной техники гораздо сложнее, чем заново выучиться. Так, упражнения вакуум, да, лучше делать каждый день. Живот убирается. Как убрать живот? Тут еще вопрос был. Надо есть, правильно. Что еще? Да, живот убирается на кухне, правильно. Берется тесак. Что? Тесак берется и отрезается жир на животе. Да. Да, вакуум. Кстати, очень многие мне написали. И очень много положительных отзывов про вакуум. Так что вы молодцы, что делаете. Я очень рада, что вы поняли, как его делать. Или что я, понятно, объяснила. Че там наш мануальный терапевт? Гантельчики поднимал. Нет, это не он. Да нет, он был там. Поднимал гантельчики. А, да он там? Нет. Да. Ну, я видела этот гантельчик. Мне кажется, ты его перепутала. Нет, это не этот мужчина. Я видела его. Как он? Четливо. А, вот он, да. Вот, поделаешь. Питер. Питер. Как еще на этот вопрос ответить? Как один из вариантов. Но это не правильное питание, а скорее ближе к диете что-то. То есть это временная мера. Дядька прошел только что. Полезные факты. Ладно, ребят, мы еще выйдем. Может, я покажу, как мне делать спину. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok